Доброе утро! Сегодня дождь шел всю ночь, и утро было такое, а сейчас смотрите, сонце вышло, прямо такая теплинь. Санька уже съездил за молочком. Сань, на, отнеси. Я вчера вечером, сегодня тоже буду помидор прикладывать до катки. Какаясь работа нашлась для Верни Сергеевны. Ой, Боже, подивите, какая красота. Прямо как огонь желтый горит, да? Ох, і красиво. Тільки формы нема, бо піону там затулив. Диви, ти, ти, посмотри, ти, посмотри. Боже, а это? А это? Йолі Палі, Йолі Палі. Ой, какая же она красивая. Здравствуйте. Здравствуйте, диви, роботу нашла вже, все. Привет. Всем подписчикам. Доброе утро. А ты з лужи выбрала, да, все-таки? Здоровье, ага. З лужи выбрала. Вона сначала у люди позаметала, да? Я все оце забрала, о чем буду. А как же, так же и должно быть, Аллочко. Ну да, конечно. Воно уже вести вперед, а не сюда. Ну да, тільки воно же еще не впало, воно же должно впасти потом. Ну, воно, была и трусила. А что это на Моля не ставит мешки с навозом? То Лариса не наши мешки забрала, забыла спросить. Вот. Мы ходили до Олли до цієї, вона нам пообещала навоз вот этот. А что-то мешков я не вижу. Вдруг ты и побачишь, скажешь, где наши мешки. Ага. То морозы надо, морозы. Короче, таки все. Такие работники, что прямо не дадут природе само листя скинуть. Все дергаются, шморгаются. Вот так вот. Вот так вот и живем. Боже, ну яка ж красота, ребятки. Ну яка ж красота. У кого сегодня день рождения, всех поздравляю. Вот такими вот красивыми цветами. Такой красивой розой. Такими красивыми хризантемами. С днем рождения. А у кого нету день рождения, просто хороших людей, всех поздравляю. А, еще же одна есть красавица. Смотрите, какая. Это уже, конечно, не откроется. Она пустила бубульки. Но уже не откроется, потому что не хватает ей времени. А вы посмотрите, этот, как он называется. Ама одеяло наше выпарла, чтобы подыхало воздухом. Посмотрите, лохина тоже красивая. Яка червона-червона. В этом году она прогуляла в нас. Не знаю, чего, но просто прогуляла. Не было. А что это за кущий? О, який укропчик, дивитесь. Свеженький, да похуденький. Так оно сейчас все выручу. Это за астра. Это какаясь неполная. Бачите, какие семена хорошие. Мне это не нравится. О, лилияк вылезла, вот, наверх. Боже, какая поводка. Ну, это же вообще просто. Саша, он пидай, выкинем мусорку. А ця роза, дивите, иначе весна. Апрель месяц, какая она зеленая. Вот это всю зиму будет такая стоять зелена. Подписывайтесь вообще. Так, обрезала я. Вот тут такие були пагоны, висели петунью. Я ее полила, пусть она постоит немножко. И вот это старое, хотела выкинуть. А потом думаю, так и будет. Все-таки она может пусти и будет зимой цвести. Это петунья. Кабак готовилась, смотрите, мама. Семечки эти повыбирала. Не знаю, зачем они такие. Я их садить не буду, ци. Мне гитара не нравится. Это что-то, не знаю. Это до Ларисы ходили. Они приехали. Вчера ездили в Полтаву. Даньки день рождения был. Они там в кафе сидели. Но они вернулись. Я думала, может, нет их, чтобы в худобе дать есть. В худобе живности. И нарвала. Это петрушка такая, укропчик. У нас укропа мало. А у нее прямо такой красивый. Такая красота. Я сейчас буду собирать стирку. Я с мамой заставлю. Перейди на свои там лохи постель постираю. Потому что вы еще и не грязно. Но все равно такой денечек пусть повисит на веревке. Вы говорите, почему у вас мало так кухни. Потому что мы сейчас как-то обходимся на кухне. Мы не можем объедаться. Потому что у мамы так мало-мальски диета. Поэтому нет. Вот сегодня завтракали. У меня рис был. Это отбивные зонтики. Мамы пшено вареное. Он стоит в этом. Капуста уже, смотрите, только... Уже пивбанки не мает. Дуже добра капуста. А мы покушали. И наелись, а сполна. Творог Санька принес. Молочко принес. Это пленочку на место. Так что, что-то буду готовить. Не знаю, что. Но что-то буду. Мамы своего цветка прямо так хорошо. Тут так свободно. Я хочу что-то стык... Знаете, что Саша привезли все дни. Это, как он называется, уже молочко. А у меня еще есть... Вчера мини-грета сделали. Вот это целую мысяку, ребят. Целую мысяку. Только нет горошка. Надо горошек купить. Кукурузы полно. А это нет. Я творог сюда насыпала. А что я открыла холодильник? А у меня где-то пачка творога. Сыра творога. А дай вин. А, ось все. Ось все. Дивите, видите, купила давно. И так он остался. Его надо куда-то пустить. Может, посмотрю. Может, что-то сделаю с тыквой. Какой-то десерт. Короче, лежать не будем, честно. Сегодня за грибами мыть не будем. Потому что я вчера... О, хорошо. Вот хорошо. К общему скажу. Дивите. У нас вот это хранилище здесь. Грибов. Посмотрите, какие грибочки, ребят. Литровая банка полная. Но они такие вот эти и есть. Грибы такого цвета. Потому что это зеленушки. Рядовка. Те беленькие спрятала. О, смотри. Прогулялись, да, ребят? Так. Извините, шатаю, но я наклоняюсь за грибами. Вот вам, пожалуйста. Вот так погуляли мы вчера за грибами. Вот эти грибы мне очень нравятся. Они такие тугенькие для закуски. Песок. Я вчера мыла три раза. Потом три раза изменяла воду, как сварила. Потом в маринаде закипятила последний раз. И не стерилизовала, закрыла и все. Вот такие прогулочки у нас. Еще немножко осталось в этом. Сейчас покажу вам. У нас сегодня акривизия этого, как он называется, холодильника. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, секундочку. Я вам покажу. Вот остались на обед. Вот смотрите, какие грибочки. Видите, какие классные. Вот такие они будут. Это в маринаде. Потом я солью маринад. И попробуем. Угощайтесь. Вкусно. Очень вкусно. Не очень кислые. Хотя эти можно делать кислей. Я эти не жарю. Они очень много забирают этого, скажите мне, масла. Вот так. Саша сказал, не надо. В подвале уже ставить негде. Но эти банки куда-то уже постарается засунуть. Еще вы меня спрашиваете. Алла, вот вы говорите за колбаски, обрезки. Обрезки, ребята, это не значит, что это испорченное что-то. Вот такие вот у нас наборы. Глобинские продаются. Я думаю, ну, кременчужки бывают. Вот такие наборы, ребята. Вот так. Ну, здесь сыровяленые колбасы. Чисто сыровяленые колбасы. Сейчас килограмм стоит 250 гривен. То есть, видите, они нарезали на нарезки. И какой-то там брак. Машина неравномерно порезала или что. Ну, здесь более... Тут два вида колбасы я вижу. Вот такая и вот такая. А до этого было... Я два пакетика покупала. Сейчас я вам покажу. Ну, то я скажу, что очень вкусно это. Хоть и стоит 200... Вот сейчас мы вот ели. Смотрите, такая колбаса, ребята. Здесь получается колбаса вот так тоненько нарезана. Вот такая вот сыровяленая. И даже попадался вот такой балык. Вот такой балык. Это колбаса вот такая. Это дороже даже. Самая дешевая колбаса сыровяленая стоит 450 гривен. А это то же самое. Только машина... Знаете, такие нарезки продаются уже готовые. Вот это же нарезают на машине. Что-то сбилось. Вот продают. Потом попки. Попки обрезанные. Вот такие. Вот если будете видеть, покупайте такое. А еще я хочу сегодня, наверное, приготовить... Сейчас. Я вам сегодня весь холодильник показала. Так, так, так. Сейчас, секундочку. Дай вон вот тут. Зараз, зараз, зараз. Помидорчики с хаты. Бачите, это спилы уже. Казалось бы. Черт. Сейчас, 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 ребята. Вот эта тыква тут осталась. Чуть-чуть. Видите, немножко тыква. Мы все накрываем, потому что холодильник, чтобы не вонял. Вот. Это. Ну, это какая-то другая фирма. То, что, помните, я покупала, что вот это 120 гривен стоит вот это. Очень, конечно, дорого. Это для солянки набор. Тут есть все это копченые. Ну, только здесь есть и сыровяленые, и какие-то рулеты, я вижу. Так что, вот это. Это не значит, что это какое-то пожеванное, что кто-то выкинул, и что мы питаемся какими-то отходами. Ребят, можно кушать дорогое, вкусное, но на то в то же время экономить. Легко. Правда? Да. Я с вами разговаривала, сама думаю, может сделать, у меня есть сливки, кондитерские такие сливки, которые сладкие, уже взбить, потом с творожком соединить, и сделать рулет такой. Вот мне нравится, я видела в интернете, я никогда не делала по интернету рулет. Ну, там яйца много, можно на полмерки. Ну, ничего. Короче, я что-то сегодня сладенькое приготовлю, потому что уже без сладенького. Так, все, мои хорошие, пока есть погода, иду, стираю. Что будет дальше, что можно, конечно, покажу. Видите, вот обрезали эту высокую, эту, она сейчас подсохнет, мы ее обрежем ниже. Эту розу, конечно, я хочу отсюда убрать, она тут якусь, и вот эту хочу перенесить. Я сейчас Саню застаю, Хайвин возьму, вот всю розу перенесу, вот всю. Эта роза очень хорошая, тут ей очень темно. Сюда ее перенесем. А куда? А куда мы ее перенесем? Наверное, вот сюда вот я ее посажу, вот сюда вот. Тут это пока месь поднимется, а вот тут вот есть место, между пивников, вот тут мы ее зашарашим. Это тоже подстрию, я прямо сейчас возьму ножницы и подстрию по-ровному. Тут, значит, я кожа куча отдельно пошел, хорошо. А вот эти я специально оставила, у нас там, конечно, веники на семена, пусть оно стоит вот всю зиму, посмотрим, что будет. Хотя, хотя, я вот здесь видела, мама повесила. Сейчас. Квоя в Лене наберу тут засады, я не знаю, вот той штуки. А вон тут, дядя там сидит, замерзнет, замерзнет. Там, между прочим, уже такие стручки, вот смотрите, и семена выкидаются. Вот эти стручки, я даже не знала, начало что-то сыпаться, думаю, шо оно так? Вот, вот висит, и он висит, пучок такой. А вот это первое, которое было, смотрите, я сейчас сегодня трогаю, но я уже пробовала. Смотрите, семена, семена есть, вот видите, да. Вот, видите, так что хай высыть до весны, а потом, мне очень нравится эта астра, эта астра просто бомбическая. Тут листья еще дофигища много. Ну, слава богу, у тебя какая-то работа есть, что она хода, и здоровье лучше стало. Единственное, что, что... Ну, сейчас я вам расскажу, сейчас, секундочку еще. Сейчас я дуду.